ПОЛЯРНЫМ ИСЛЕДОВАТЕЛЯ Разрешите мне сразу же представить вам судейскую коллегию, которую мы называем Высокий Ореопак. Нашим судьей согласился быть, и ради этого, между прочим, отложил свой вылет в Италию, человек, который не нуждается в представлении, достаточно просто увидеть его лицо. Но для себя скажу, потому что мне доставляет удовольствие произносить это имя, Николай Цискоридзе, наш судья и председатель. ПОЛЯРНЫМ ИСЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЛЯРНЫМ ИСЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЛЯРНЫМ ИСЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЛЯРНЫМ ИСЛЕДОВАТЕЛЬ Много коррективов и много подмостков. Задание, как всегда, если есть ошибки, исправьте. Прошу. Если есть ошибки, то исправьте. Так, готовы вы, да? Отошли, пожалуйста, Татьяна Андреевна. Тут, очевидно, будет много ошибок. Или, как правильно сказать, ошибков. Вам докладываю подсчет, здесь довольно простой, Леонид. Я считаю, что он исправил. Много гектар он написал. Ошибка. Много джинс исправил меня. Вторая ошибка. Потому что здесь, понимаете, здесь, как раз тот случай, когда ничего исправлять не надо было. Я правильно написал. Поэтому очень легко подсчитывается. Людмила Кутовая. Одна ошибка. Гардемаринов. Одна ошибка. Исправила только вместо гардемарин. Много, да? Написала гардемаринов. Ну, тут коми, республика, это очень серьезно. Мы решили меня серьезно исправить. Много гардемаринов. Ошибка. Много децибелов. Исправила ошибка. Много джинс. Исправила ошибка. И много каратов. Вот в данном случае эксперт говорит, что можно и так, и так. И моя правда, девонька. И твоя правда. И так, и так можно. Вот такой русский язык. Три ошибки. Три. Спасибо большое, дорогие друзья. Второй конкурс пролога. Как вы помните, это конкурс красноречия. И вот за 15 минут до начала состязания я подошел к нашим умникам и умницам. И предложил им следующую тему для выступления красноречивого, очень торжественного. Да здравствует непревзойденный русский балет. Ну, а как еще? Итак, я надеюсь, вы готовы. Леонид, вам слово. Великий русский балет во все времена восхищал публику не только в России, но и за ее пределами. В чем же причина его непревзойденности? Несомненно, она кроется в природе русского актера. Ведь только человек с горящим сердцем и с большой душой может вложить в строгие рамки балетного танца жизнь. Тогда здравствует непревзойденный русский балет. Спасибо. 34 секунды у вас сейчас. Людмила Кутовая. Да здравствует непревзойденный русский балет. Раздавались восхищенные возгласы тысяч людей сто лет назад во время дягилевских гастролей во всем мире. Прошел век, ничего не изменилось. Я считаю, что секрет успеха таится в нескольких причинах. Во-первых, это уникальная школа, которая выбрала себя все лучшее за прошедшие годы. Вторая причина кроется в уникальности нашей страны, рождающей на свет лучших людей, самых талантливых во всем мире. Спасибо, что это 28 секунд, ваша честь. У меня есть собственное мнение. Я немножко не согласен. Изменилось, дорогие друзья, потому что через век родился Николай Цискаридзак в Тбилиси. Это была еще наша родина. Это Российская империя была. Конечно, конечно. Так что все правильно. И вообще русский балет... Тогда это была еще Российская империя. Русский балет это русский балет. Это совершенно не обязательно, чтобы танцуют одни русские. Ольга. Русский балет это непревозойденное искусство. Оно уже получило мировую известность благодаря таким великим людям, как Дягилев, Нижинский и многие-многие другие. Они внесли огромный вклад в развитие русского балета. Но главное отличие русского балета от других школ балетов заключается в том, что артисты русского балета отдают полностью себя всему творчеству. Они вкладывают всю свою душу и отдают всего себя творчеству. Поэтому русский балет один из лучших балетов мира. И он продолжает развиваться и совершенствоваться. У меня очень сложная роль, потому что 40 секунд и я обязан прерывать человека. Но, в общем, тут мы уже все услышали. Ну, прежде всего, дар красноречия это не только грамотно говорить, но еще и логично мыслить, говорить правильно, склонять все глаголы правильно, ставить падежи нужные. Но еще и нужен очень смысл, конечно. Вам была задана не самая легкая тема, потому что, как я понимаю, двое из ребят, они живут в тех местах, где нет музыкального театра. И им достаточно далеко ехать до театра, где есть балет. Потому как бы понятно, что Люда, она из города, в котором находится альмаматор русского балета. И потому как бы первенство я отдаю ей не только по смыслу. Она сделала самое маленькое количество ошибок в экзамене по русскому языку. К тому же, очень правильно сказала. Вам, Ольга, я просто хочу сказать, что Дягилев и Нижинский, это разные персонажи, в том плане, у них разные профессии. Дягилев – антрепренер, и Нижинский – танцовщик. И вклад не только в русский балет, а вообще в мировое искусство. Они делали очень разное. Нельзя их вместе подавать, как сказать, это не одно блюдо, так скажем. А кто второй, да? Но один ресторан. Да, второй, наверное, Леониду, потому что он был более ёмкий. Вообще, я считаю, что краткость – сестра таланта. Спасибо большое. Ну что, землячка, вы уже давно играете, вы уже прекрасно знаете свойства дорожек, поэтому какую берём? Жёлтую. Не боитесь, что вас обойдут по красной? Нет. Жёлтая ваша. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, берём? Я возьму красную. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Зелёные подмостки ваши. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я не ошибся. Тема действительно – полярники. И мне просто кажется, что таким солнечным человеком, как Николай Сискоридзе, вот именно с ним и надо отправляться на Северный полюс. И потом, знаете, ещё одна вещь. Он в одном из интервью сказал, что любимый его цвет, сейчас, правда, он это не демонстрирует, это белый. А где больше всего белого цвета? В Арктике, в Антарктике. Не так ли? Правда. Полярники. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание на видео с тем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, поскольку Николай Сискоридзе, мне очень хочется перед ним выглядеть добрым, хорошим. Видите, как много позиций, так что выбирайте совершенно свободно. Первый – это латынь, в виде – нон витцы. Дальше – Александрийский лист, самый северный. Мойте руки. О, да! И кормовые вехи. Что берём? Мойте руки. Руки действительно надо мыть, уважаемые телезрители, по возможности. И особенно маленьким надо мыть. Но вот скажите, пожалуйста, а как приходилось мыть руки Нансену и Юхансену? Нансен, как вы знаете, уже мы о нём не раз говорили, это великий полярный путешественник. Как им приходилось мыть руки во время их одиночного похода по ледяной и абсолютно белой Арктике? Ну, я думаю, что они просто использовали для этого снег, то есть, ну, окружающий их снег. Штатное очко. Вы переходите в следующий этап. Не так. Ну, это какой-то был бы очень простой ответ. Оля, снег использовать. Здравствуйте, дорогой юноша. Александр Сурин, деревня Приложенко. Возможно, они мыли керосином? Золотко. И с собой везли керосин. Это драгоценное топливо, которое они, кстати сказать, не использовали. Они тратили на то, чтобы мыть руки. Нет? Прошу вас. Нателла и мама в Атольской области города Московск. Они мыли руки тюленем жиром и кровью, как и делали эскимосы, и после этого руки становились очень мягкие. Они даже сами удивлялись, что это часто сделано. Мягкие, как у кого? Как у девушки. Гениально. Она цитирует просто. Потому что это слова Нансона. Нансон свидетельствует, что самым радикальным средством было хорошенько вымазать руки тёплой медвежьей кровью и ворванью, а затем отирать их мхом. Тогда они становились белыми и мягкими, как руки нежной девушкой. Николай Тескоридович. Орден, да? Умница! Давайте чистосердечное признание. Не догадываетесь, о чём речь ждёт? Ну, не буду озвучивать. Хорошо. Догадывается, но озвучивать не будет. Это Амундсен. Руал Амундсен, великий норвежский путешественник. Фриджев Нансон, правда, тоже был норвежским путешественником. Открыв Южный полюс, Руал Амундсен записал в своём путевом дневнике. Внимание, цитата. Я вовсе не могу сказать, что достиг цели своей жизни. Я предпочитаю быть искренним и признаться, что никто, вероятно, не был более далёк от цели своей жизни, чем я в эту минуту. Но почему, почему, как прикажете понимать, человек полюс открыл? И обратите внимание, что никто не был более далёк, чем я в тот момент, когда открыл Южный полюс. Как он объяснил? Я предположу, изначально планом Амундсена было покорение Северного полюса. И окажавшись на Южном полюсе, он был, который был, Северный полюс был уже открыт до него. И оказавшись на Южном полюсе, он был дальше всех на земле от цели первоначальной своей жизни. Внимание, вне всякого сомнения. Но ответ у Амундсена звучит так. С детства я мечтал о Северном полюсе, а покорил Южный. Лукавил всё-таки. Без штрафного очка вы переходите в следующий этап. Самый северный. Короткий вопрос. Прошу короткий ответ. В сентябре 1893 года корабль Нансена «Фрам» приближался к самой северной точке Евразийского материка. Представляете себе Евразийский материк и самая северная точка. А вот как она называется? Я предположу, что это мыс Адер. Как? Мыс Адер. Я такого не знаю. Мыс Адер. Адер? А, да. Что? Это ошибка. Совершенно точно поэтому думайте, вы пойдёте в Абанк или не пойдёте. Я вам даю временное размышления. Теоретики, дорогие, на помощь. Пётр Шостаков, город Ульяновск. Возможно, мыс Челюскин. Странное дело. Этот человек писал замечательные письма. Он очень умный. У нас уже, простите, восьмая передача. Посмотрите на него, дорогой Николай. У него ни одного ордена. Уже. Уже один. Судья меня поправил, сделал мне замечание. Он сказал, уже один орден есть. Вы в нашем клубе. Я пойду в Абанк. Вы пойдёте в Абанк. Вопросы не по полярникам будут. Один срок. Ой, по-моему, очень простой. В каких частях света никогда не проводились Олимпийские игры? Один могу подсказать сразу. Не разрешают. Возможно, это северный и южный полюс. К сожалению, вы нас покидаете, потому что то, что вы сейчас сказали, это тройная ошибка. Потому что, вы же понимаете, полюс это вообще не часть света. Особенно северный. Это там вода, вода, вода. Везде вода, льды. Но это не страшно, потому что красная дорожка, знаете, она меня бы с ума свела. У вас есть орден. У вас есть медаль. Это, конечно, Антарктида. Это же часть света. И это Африка, как ни странно. В Африке ни разу пока не было Олимпийских игр. Спасибо. Виде, нон-витцы, Александрийский лист, Ода, кормовые вехи. А кто еще? И единственное необходимое. Давайте, единственное необходимое. Единственное необходимое. Оленька, хорошо. Это, по-моему, речь пойдет о знаменитом американском путешествии. Это ученики Роберти Пири, который открыл Северный полюс, помешав Амундсену это сделать. Открыл его в 1909 году. И этот самый Роберт Пири, покоритель Северного полюса, считал, что для серьезного санного перехода по Арктике необходимы четыре фоэ. Предмета питания. Всего четыре. И можно отправляться в длинные походы. Два из них, я, естественно, вам назову, потому что иначе будет очень длинное перечисление, это сухари и сгущенное молоко. Ну, попросту говоря, сгущенка. А какие еще два предмета совершенно необходимы для того, чтобы путешествовать по Арктике? Может быть, пимиакан, сухой паек, как бы, и, возможно, собаки. И что? Собаки. На которых путешествуют. Некоторые телезрители у нас, потом, честно говоря, простите, собак люди никогда не ели, они ели их только тогда, когда грозила смерть. К сожалению, это опять ошибка, вы переходите в следующий этап со штрафным очком, а я поехал на трибуны. Кирилл Новокщенов, Минск, Беларусь. Это чай и пимикан. Замечательно, у вас уже орден. Я даже не спрашиваю судью, потому что судья должен со мной согласиться. Это действительно так. Без чая невозможно, без пимикана тоже невозможно. А что такое пимикан? Вот только расскажите нашим телезрителям. Это размолотое мясо, смешанное с жиром, иногда с сушеными фруктами, и потом еще, по-моему, спрессованное. Вы что, полярный путешественник? Нет, я просто читал. Такое впечатление, что вы это сами ели? Нет. А в Беларуси вообще как с едой, хорошо? Да, хорошо. Орден, молодец! Спасибо. А я считаю, что как-то Оле тоже надо поощрить, потому что она правильно сказала все-таки половину ответа. Она назвала очень важной... Очень сложной. А потом она сказала пимикан, она сказала пимикан. Ну подумаешь, какая разница. Вырекутал ребенок. Я, конечно, не буду спорить с судьей, я снимаю с вас второе штрафное очко. Спасибо. ВИДИНОН ВИЦИ, Александрийский лист, Ода, Кормовые вехи. А кто еще? ВИДИНОН ВИЦИ. Не знаю, что это. Я на всякий случай переведу. Вы помните, ВЕНИ, ВИДИ, ВИЦИ. Пришел, увидел, победил. В переводе означает увидел... Но не победил? Но не победил. Давайте вот это. Увидел, но не победил. Хорошо? Латынь, между прочим. Латынь. Кто первым увидел берега Антарктиды? Напомню, это произошло 28 января 1820 года. И это был не Цискоридзе. Насколько я знаю? Несколько вы знаете. Это была русская станция Восток. Только давайте совражать, да? Там написано, что увидел только берега Антарктиды и ни в коем случае к ним не подошел, не прикоснулся. А вы какая-то станция? Какая станция? А можно еще раз дату? Можно ваше честь? Конечно. Или уже штрафовать? Не, не, не надо. Ну, видите, расслабленный. Почему же девушка так сразу шла? Ласковый. Это когда из Петербурга? А, вы прям как московский милиционер. А я родился в Петербурге. Какой милиционер? Николай, я из Петербурга. С Васильевского острова. С Васильевского острова. Это было 28 января 1820 года. Люди на корабле о каком-то увидели впервые берег Антарктиды. Они только увидели и пошли дальше. Они подойти к ним не могли. Джеймс Кук. Штрафное очко. И вы переходите в третий танк. Кто был первым? Кирилл Новоксенов, Минск, Беларусь. Я думаю, что это была экспедиция Белинсгаузена и Лазарева. Как скучно с вами. Вы что, все знаете, что ли? Ваша честь, надо давать еще один орден? Да. Даем. Александрийский лист, Ода, Кормовые вехи, а кто еще? Давайте Кормовые вехи. Амундсен в Антарктиде. Из подготовительного похода по Антарктиде Руал Амундсен и его спутники возвращались с бешеной скоростью. И однако успевали замечать свой путь километровыми вехами. То есть эти вехи ставили на каждом километре. А почему у нас ключевое слово Кормовые вехи? Что за Кормовые вехи? Ну, значит, это они именно подготовительный поход именно для того и создавался, чтобы впоследствии когда будет достигаться сам Южный полюс было намного проще экспедиции следовать к Южному полюсу. И для этого теория хорошая. Вы опишите вехи, они из чего были созданы? Эти вехи были созданы собственно из запаса продовольствия. То есть там я не знаю точно, но по-моему были какие-то ящики штрафное очко с ящиком, пожалуйста, в четвертый этап пожалуйста с ящиком ящик берем и переходим в четвертый этап Ксения Синченко деревня Кузнецовка Псковская область. По-моему в подготовительном походе они создавали ледяные... Это они втыкали, втыкали, золотко, вот втыкали что-то такое и веха. втыкали столбы сверху норвежские флаги. Опять не повезло, не повезло. Сколько же флагов нужно на каждом километре норвежские флаги. Норвежский флаг и вообще флаг... Еще у них были ледяные гурии сверху они лажали. Что, что ледяные? Втыкали мороженую рыбину. Какую рыбину? Порода какая? Вид какой? Спищается. Какая разница? Какая разница, какая рыбина? Они говорят уже какая разница, потому что это хорошо, хорошо. Она достигала длину метра. У вас какая любимая рыба? Да, метровая, совершенно верно. А у вас какая любимая рыба? Я вообще не люблю рыбу. Поэтому она не запомнила. Внимание, правильно ответить. Через каждый километр путешественники втыкали в снег огромную сушеную треску. Дорога обвихована превосходно. Корм для собак мы будем собирать здесь, как грибы после дождя. Радовался этот самый Амундсен. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы член нашего пилы. Что берем? Александрийский лист. Хорошо. В своем путешествии по Гренландии самой важной частью снаряжения Фрить Йоф Нансен считал специальные сапоги из оленей и шкур. Представляете себе? В которых использовался Александрийский лист. А как и для чего этот лист использовался? Я предположу, что Александрийский лист использовался для того, чтобы не скользить по льду. Мы заскользили. Может быть, это молния? Вы теоретик. Андрей Гренланденко, город Краснодар. Александрийский лист хорошо впитывает влагу. Он использовался, чтобы не застудить ноги у полярника. АПЛОДИСМЕНТЫ потому, что вместе с Амунсеном было еще четыре человека. А их как-то никогда не называют. А их было пятеро. И один из них у Амунсен. А других не называют. Так что давайте мы сейчас попытаемся эту несправедливость исправить. Назовите хотя бы еще одно имя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспомнила только одного. Это Хэнсен. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! В русской транскрипции это Хансен, Бьерланд, Вистинг и Хассель. Если Хансен и Хэнсен для вас одно и то же, если норвежцы на нас не обидятся, то действительно почти полярная девушка. Для меня москвича республика Коми это далеко на севере. В Иркутае это в общем север не даже Петербурга. Поэтому если вы не возражаете, Ольга Пахолкова поселок Троицк-Печерск республика Коми в полуфинале. АПЛОДИСМЕНТЫ В погоне остался только один вопрос и я его посвящаю нашему судье Николаю Цискоридзе. Почему? Объясню потом. О, да! Но только вы не сбивайтесь, пожалуйста, не сбивайте, потому что речь пойдет о Роберте Скотте и Роберт Скотт несчастный был человек, он он умер до того, как родился Николай Цискоридзе. 24 января 1903 года в залив Макморда к штаб-квартире британской антарктической экспедиции пробился корабль Морнинг, он так назывался. Через несколько дней английский полярник Роберт Скотт сделал в своем дневнике следующую запись. Я чувствую, что если бы я обладал поэтическим даром, из-под моего пера вышло бы о, да! Кому? К чему? Здравствуйте, барышня! Здравствуйте, Мария Касимова, город-братская, Иркутская область. Он посвятил бы оду картофелю. Мунимальный правильный ответ. Ода картофелю. И дальше пишет Скотт, как забыть первую порцию его горячего и мучнистого, а главное свежего, после столь длительного сидения на жалком сушеном картофеле. А почему этот вопрос посвящается из коридзе? Потому что, наверное, Николай любит картофель. Любите, правда? Это мое самое любимое блюдо, жареная картофель. Вуаля! Ну, орден один даем. Орден. Огонь закончен, переходим в бутылок. Вопрос номер один. Переведите с русского языка на норвежский слово... А чего вы руки поднимаете, а какое слово вы не знаете, можно никогда в жизни не переведете? Вперед! Что, вы знаете норвежский, что ли? Дорогая моя, что-то вы об этом мне не говорили, как вас зовут вначале. Ирина Кириченко, город Ольтарско-Ростовская область. Да. По-норвежски вперед звучит как фрам. Фрам. Откуда вы знаете, вы же не знаете норвежского. Я знаю, что замечательно путешествует крютье францев путешествовал на корабле с таким названием, которое придумала его жена. Вопрос номер два. У нас гуманитарная олимпиада. Вопрос, насколько я понимаю, он физико-химический. Чем паковый лед отличается от айсберга? Маргарита Игиазарова говорит из Сентуки. Я риском предположить, что айсберг, он внутри полный, а паковый лед полый. Очень сложно. Понимаете, больше к химии. Состав. Айсберг из пресной воды, а паковый лед из соленой. Супер. Медаль. Моментально. Сразу. Простите, я физикой вас сбил. Химия. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, где одно, где другое. Эпилог закончен. Попробую взять интервью с Искоридзе и задать вам вопрос. Договорились? Дорогой Николай, ну, во-первых, это, конечно, колоссальная радость, что вы к нам пришли, и вы доставили такое громадное удовольствие ребятам, они живут в самых различных уголках России, и они вас очень любят. Причем, вы сказали, что для этого надо, в общем, жить там, где есть большие театры, но благодаря телевидению они вас любят. телевизор, великая вещь. Да, великая вещь, особенно программа «Умники и умницы». Это я шучу, естественно. Понимаете, меня телезрители давно просили и много письма получили, чтобы я задавал взрослым те же вопросы, которые я задаю детям, и постарался выяснить, вот откуда берутся талантливые, умные, успешные, интересные, яркие, взрослые. Поэтому просите, что буду приставать к вам с вопросами, может быть, детскими. То есть, прежде всего, конечно, в какой семье вы родились? Ну, прежде всего, в ком городе вы родились? Я родился в Тбилиси, и семья у нас как бы с точки зрения такого быта, она была абсолютно обыкновенная, среднестатистическая советская семья. Это непонятно, кто по профессии папа, кто по профессии мама. Я с семьей отца никогда не жил. У меня был отчим. Мама моя была преподавателем физики и математики в школе. Такая очень балетная профессия. Абсолютно, очень балетная. Ну, к театру у меня никто не имел никакого отношения, на самом деле, из прямых родственников. Мой отчим работал в торговле. Как бы у нас была очень интернациональная семья, потому что, ну, мама грузинка, я тоже, и по папе тоже грузин. Отчим был армянином, няня, которая меня воспитывала, она была украинкой. Так что у нас было очень интернациональное такое комьюнити, потому что... Замечательный город Тбилиси. Да, разные люди. Ну, потом, как бы то, что я родился в Тбилиси, достаточно, уже о многом говорить, те люди, которые помнят советский Тбилиси, он очень сильно отличался вообще от всего советского. я плохо помню, потому что я из Тбилиси никогда трезво не уезжал. Там было такое сосредоточие людей, очень образованных, как сказать, и художественно образованных, потому что было очень много театров. К сожалению, очень многие уехали, и город мало напоминает тот, в котором я вырос. Мне повезло, то, что мама была из приличной очень семьи, и благодаря этому как бы часто ребенком я бывал в таком обществе, ну, где собирались в основном профессора, академики, где были... Была элита медицинская, где были очень крупные режиссеры, очень крупные актеры, ну, такие застолья, как бы, но там не сидели рядовые люди, и потому как бы и разговоры, и юмор, и то, как они общались, он был немножко другой, нежели к которому, как сказать, мне пришлось привыкать уже, когда я переехал в Москву. И такой мальчик пошел в балет? Да. И мама была за? Мама была против, но вы правильно сказали, что взрослым надо задавать детские вопросы. Ведь дело в том, что мне кажется, все, кто что-то создает или кем-то становится, они прежде всего фантазеры. Вот я себя, будучи ребенком, нафантазировал ту профессию, которую я не понимал, я ничего не знал, я никогда не был за кулисами, я не видел балет близко, я видел только издалека, и мне казалось, что это легко, красиво, бесподобно, так вот, воздушно. Знаете, вы простите, я вас перебиваю, когда я смотрю, как вы живете на сцене, я даже не могу сказать, танцуете. Мне кажется, это так легко. Мне кажется, что вот если я встану, 32 фута, это чепуха для меня. Так это замечательно, значит, выдается, значит, получается. О, да. Потому что, вот это самое главное в театре. В тот момент, когда вы видите, что человек напрягся, чтобы прыгнуть, или прыгнуться, это уже спорт, это уже тоже великая вещь, но к искусству, не имеющее никакого отношения. А искусство, все-таки, это, ну, с моей точки зрения, особенно театрально, оно должно, прежде всего, восхищать. А когда вы поняли, что, ну, когда... что у вас живет великий Цискоридзе? Ну, великий-то я не понял, но я понял, что я способный ребенок, потому что вокруг меня все стали охать, ахать и восхищать. То есть, данные великолепные были изначально, да, и вы это поняли? и я понял, просто мне хотелось, меня показали, и все взрослые стали по-другому на меня смотреть. И на меня в школе показывали пальцем. Сколько лет было? Десять лет все. То есть, десять лет вы потеряли детство? Неправда, я ничего не потерял. Просто я потерял детское восприятие жизни, это правда, а детство я не потерял. И вы могли кататься на велосипеде, вы могли бегать, вы могли спортивными играми заниматься. Я просто знаю, что такое... Ну, нет, как бы... Быть скрипачем меня учили на скрипке, из-под палки. Я не хотел, если честно, бегать, я не хотел уже в этот момент, у меня была какая-то цель. Но восприятие, конечно, мне испортили детское. Это правда. И потом заставили покинуть замечательный солнечный город Тбилиси? Мне никто ничего не заставлял, я сам хотел. Мне на самом деле, честно скажу, мне никогда не нравилось Тбилиси, как мой город. Мамина родная сестра, мама выросла в Москве, и ее в эвакуацию в 43-м году увезли, или в 42-м в Тбилиси, и она там осталась. А ее сестра осталась в Москве, и мы всегда приезжали на все каникулы. Москва была больше мне понятна, больше интересна. Тбилиси... Это вы вообще говорите, или с точки зрения балета? Нет. То есть Тбилисская балетная школа и Московская школа? Вы понимаете, я вырос такой установкой, что я должен закончить школу с красной медалью и поступить в МГУ. Все. Мама у меня так самого... Факультета было два, она выбрала, или физмат, или юридический. В общем, как все в семье. Родители, вы слушаете, да? Как самый родной человек, мама хотела убить великого актера Цискариду? Она не знала, что... Она не знала. Что я когда-нибудь захочу. На самом деле, она очень с юмором относилась к моему увлечению. Балетом? Да. А сейчас? Мама уже скончалась 14 лет. Простите, я не могу. Да не, ну что вы. И дело в том, что... Рано очень. Очень, да. Очень, да. Очень рано. Рано. Ей было всего 62 года. Но дело в том, что когда она поняла... Она ничего не понимала конкретно в балете, но ей объяснили, что если она будет мне помогать, то может что-то получиться. И она действительно перечеркнула абсолютно свою жизнь. Она положила полностью свою жизнь под балет. Мой. Из-за этого и сгорела так быстро. Ну... Беру свои дурацкие слова. Результат получился. Когда вы поняли, что он получился? Да не то, что я понял, что он получился. Я понял, что мама сделала великое дело. К сожалению, очень поздно. Ее уже давно не было. Когда я стал взрослым, я стал оценивать какие-то поступки родителей, потому что я стал видеть не только свою семью, но и поступки других людей. Стал оценивать, как себя родители ведут с другими детьми. И я делал все время как бы аналогии проводил и понимал, что мне безумно повезло, что я получил шанс не только иметь способности, но и очень самоотверженную маму, которая действительно пожертвовала всем абсолютно для своего ребенка. И один раз как-то, когда уже перед смертью так было, мы собрались, велися ее подруги и что-то рассказывали о ней, потому что я мало что о ней знал. И я услышал, что она очень хорошо училась и вообще прожила не ту жизнь, на которую как бы рассчитывала, что они все говорили, что мы в институте учились для того, чтобы сделать хорошую партию, а твоя мать, в принципе, пришла для того, чтобы делать карьеру и быть крупным физиком. А вот не сложилось. Я ее тогда спросила, говорю, а тебе не жалко, что у тебя ничего не получилось? И она мне сказала, что, ты знаешь, я очень долго убивалась из-за этого, а потом поняла, когда стала матерью, что, наверное, моя миссия была быть матерью, и вот я ее должна выполнить по-настоящему. Знаете, тогда я подумал, что это высокопарные слова. Уже спустя много лет я понял, что действительно, наверное, быть родителем это непросто. Спасибо вам громадное. Пожалуйста. Повторяю, еще раз, это большая честь. Спасибо. Вы видите, я пребываю в культурном шоке. Я даже забыл тот вопрос, который я хотел вам задать, уважаемые телезрители, но нет, я его сейчас вспомнил. Вопрос следующий. Вот что такое все-таки русский балет? Мне кажется, я не ошибся. Действительно, русский балет, где танцуют и грузины, и представители всяких других национальностей, понимаете, но это все равно русский балет. И почему так получается, что, если вы не верите, почитайте интервью Цискоридзе через интернет это очень легко сделать, почему в других странах и наших даже балетмейстеров приглашают, и вот люди работают, и готовят, и в Германии, и в Англии Ковенгарден, и в Америке, богатейшей стране с высочайшей культурой, а почему все-таки вот наш балет непревзойденный, неповторимый, великий, а? Всего доброго, до свидания, программа «Умники и умницы», первый канал на следующей неделе. Очень ждем вас. Спасибо громадное. Спасибо. Спасибо.